Я изначально не доверял информации о том, что он умер или находится в коме. Фотография, которая распространялась, где он лежит якобы под аппаратом ИВЛ. Видно было, что это все фейк. Я изначально подозревал, что это мать. Я думал, что это его мать находится на лечении. Но оказалось, что это дядя. Сейчас появилась новая информация, что дядя пожертвовал своей почкой. Что это на самом деле там у него якобы изъяли почку, чтобы затем пересадить ее к адыру. В общем, разные идут слухи. Я, честно говоря, не сильно всему этому доверяю. Я наоборот... Смотрите, почему вообще появились такие слухи? Потому что по видео, по тому, как выглядит на своих видео кадыров, любому человеку, даже абсолютно мало что понимающему в медицине, ясно, что у него проблемы со здоровьем. Это вообще факт, это никак невозможно оспорить. И поэтому отсюда и появились эти разговоры о том, что он проходит лечение, что он чуть ли не находится в коме, что ему нужны почки и так далее. Но я также не могу не замечать, что, в принципе, он идет на поправку. То есть то, каковым было его состояние, допустим, на период мятежа Пригожина, когда он даже не показался, Кадыров не показал себя, хотя это были те события, в которых Кадыров в своем нормальном состоянии, здоровье, он бы и провел совещание, он и грозил бы Пригожину, и клялся бы верности Путину. Он все это делал бы публично на камеру, но ничего этого мы не видели, потому что Кадыров был в очень плохом состоянии здоровья. И вот если мы возьмем то его состояние, его видео, и то, как он сейчас выглядит, то в целом этот человек идет на поправку, видно, что он уже прогуливается, делает какую-то спортивную ходьбу. Да, конечно, это уже не тот Кадыров, который был пять лет назад, и вряд ли мы его, наверное, уже так и увидим. Но в целом, мне кажется, сейчас не та ситуация, когда можно говорить о том, что он в коме или умирает, или в ближайшее время ему там будет пересажена почка. Когда начались эти слухи, что с Кадыровым все плохо и так далее, он в коме либо мертв, мы эти слухи не опровергали, но когда уже ГУР Украины написали об этом, мы уже в тот момент, уже 15 сентября написали, что мы не подтверждаем эту информацию. Наоборот, Кадыров в последнее время шел на поправку. То есть вы можете сами посмотреть, не беря наших источников. Естественно, мы расспрашивали все это, ни один из наших информаторов из Чечни не подтверждал эту информацию. Наоборот, все удивлялись, почему все вдруг начали писать, что с ним все плохо. Потому что наши информаторы среди сотрудников, бюджетников и так далее, ни один не подтверждал. И в принципе, даже реакция самих Кадыровцев не была схожа с реакцией 2020 года, когда Кадыров был под ИВЛ, когда болел коронавирусом в 2020 году, и ему было реально плохо, и был в критическом состоянии. То есть как будто две совсем разные ситуации. И в то время мы помним, как бюджетников сгоняли в мечети, просили делать дуа. Они реально не скрывали свою печаль, свою грусть. А тут ничего такого нет. То есть все живут. Пропаганда работает Кадыровская, местные телеканалы, СМИ и так далее продвигаются. И просто из-за слухов, если бы не было подтверждений от гуру Украины, которые, к сожалению, поверили каким-то некоторым чеченским оппозиционным каналам и написали себе. Из-за этого подхватили и украинские СМИ, политики, деятели и так далее. То есть и международные СМИ пошли. То есть просто гуру Украины же. Поэтому это все так разошлось. И Кадыров еще до этого снимал видео, когда он под дождем, в дождевике, говорят, что с ним все в порядке. Это было уже доказательство того, что с ним все в порядке. Но, конечно, конспирология и сразу почему нету даты и так далее. Хотя на видео видно, что он нормально прогуливается, он нормально дышит. Вы можете опять-таки посмотреть его реабилитацию. Он нормально дышать даже не мог. Он еле дышал, еле разговаривал, потихоньку ходил, потом пробежки начал делать, там Ростюников к себе на пикники звал. То есть если все оставят, просто логически посмотреть, когда они посмелись снимать эти консервы, да? Ну когда? Он только вот-вот месяц, полтора можно даже. Не полтора месяц он приходит к себе. Когда он снял видео? Когда он вообще, было ему плохо, он был весь опухшим, отекшим и так далее? Ну невозможно в это время снять и сейчас это выкладывать. Поэтому и вчера, когда появилось видео, где он навещает свою дядю, от вынужденности он поехал туда. Почему? Потому что в ОЧК ОГПУ, российский телеграм-канал, который там связан, есть информация от силовиков и так далее, они публиковали, что в ЦКБ в Москве находятся кадыровцы. Там машины публиковали и так далее, зарегистрированные на кадыровских сотрудников. Для нас это... Еще тогда мы писали и говорили, что для нас это даже не косвенное доказательство, что кадыров там. Мы тогда уже говорили, быть может, и скорее всего так и есть, что там родственник кадырова. Почему? В ЦКБ не лечится один чиновник. Там лечится и чиновник, и его семья, и родственники. Даже обычные бизнесмены, у которых есть влияние, есть деньги, которые могут договориться. В ЦКБ большая больница, большие отделения. Там ни один чиновник, ни один глава. Это не только для одних людей. По моей информации, действительно кадыров находился в больнице. Я даже точно сейчас не могу сказать, находится он в больнице или нет. Потому что те видео, которые публикуются стороной кадырова, это сомнительные видео. И мы даже можем сказать, что эти съемки были сделаны под месяц тому назад. И это старые съемки. И вот последнее видео, где он со своим дядей, где он там целует его руку, голову. Там, по всей видимости, наложен звук. Звук, где говорит врач про 20 сентября. Вот что мне показалось, и об этом многие говорят. Также те съемки, вот последние съемки, которые они публикуют, якобы он встречается там со своими чиновниками и так далее. Я здесь тоже могу сказать, что это старые съемки. Потому что он не похож на того кадырова, которого мы можем видеть сегодня. Это, ну, странно. Службы будут делать все, чтобы скрыть правду. Они в этом профессионалы. Вот. По моей информации, через моих источников на нашей родине, и здесь, в Европе, вот, я могу точно сказать, что он болен, действительно, очень сильно даже болен. Вот. Началось это еще пару лет тому назад, когда он начал принимать сильно действующие наркотические препараты, я не знаю, какие. Вот. И такие препараты к хорошим результатам не приводят, на самом-то деле. Вот. Наверное, где-то есть какая-то мера, но он перешел эту меру, это те границы. То, что мы его видим, где он опухл весь, вот, это мы можем сказать, ну, я не доктор, но это то, что говорят специалисты. Вот. Это проблемы с почками. Скорее всего, возможно, что его оперировали, и эти почки, может, организм не принял, ну, какие-то там побочные действия, я не знаю, что это такое, но, в общем, так говорят и специалисты тоже. Информацию по поводу почек, у нас, мы не подтверждаем эту информацию, мы изначально говорили, то, что там связано с почками, мы эту информацию не подтверждаем. Мы еще в 20-м году писали, у него, я сейчас не могу, надо посмотреть, у него там, по поводу желудка, или что-то с поджелудочной, ну, что-то связано с этим, у него были проблемы, но никак, там, насчет почек. Еще тогда это было. Из-за коронавируса, вот эта его болезнь обострилась, поэтому он там под ИВЛ был, и так далее, ему плохо было. Тогда реально ему плохо было. И хотя тогда, когда ему плохо было, там не было такого ажиотажа, там, машины, не машины, все. То есть, поэтому я говорю, что тут реальный случай, который был в 20-м году, и сейчас там очень разные вещи. И, кстати говоря, личный самолет Кадырова прилетал с Москвы в Грозный, и в 20-м утром, вот 20-м утром, он опять полетел в Москву. И в 20-м мы видим это видео, где он, то есть, понятное дело, он полетел в Москву, и тем самым показывая, что с ним все в порядке, а там лежит его дядя. Он туда бы и не поехал, они бы даже это и не показали, а в тихаря полечили бы свою дядю, если бы в ОЧК ГПО не публиковали эти фотки, и им вот пришлось просто показать, что ну да, действительно, там мой дядя, но не я, вот. В последнее время, да, действительно, мало встречается, мало выходит в люди, мало делает свои тиктоки, как они делают, чуть ли не каждый день, никак не помню. Сейчас этого всего нету. Есть вот, как я сказал, старые съемки, старые публикации, их там монтируют и нам показывают, как-то было с ним все хорошо, нет, с ним все плохо, на самом-то деле. Кто-то говорил, что Кадыров умер, но я могу точно сказать, он даже при жизни своей умер. Я это в том плане, что он предатель чеченского народа, то есть он погубил себя, свое имя, то есть в этом плане. А вот насчет наркотиков, я не знаю, это тяга к наркотикам, или это связано с болезнью, пришлось ему принимать эти наркотические препараты, но об этом рассказывали, вот я вот сейчас точно конкретно скажу, откуда у меня такая информация, это из-за его окружения люди говорят. Я не думаю, что эти слухи повлияли на Кадырова. На Кадырова влияет состояние его здоровья, то, как он выглядит на камеру, на видео, то, как он разговаривает, видно, что ему тяжело дышать, тяжело говорить. И вот этот вот подрыв его здоровья, если бы он сам к этому относился бы проще, как обычные люди, сказал бы, да, ребят, я заболел, бывает, обычный человек, все мы болеем. Если бы изначально был бы вот такой подход, то, я думаю, он бы не получил вот этих проблем. А из-за того, что он не хотел признавать проблемы со своим здоровьем, видимо, может быть, в российской власти существует некий такой культ, что они не должны болеть, простые смертные люди, должны думать, что президенты, главы регионов, они вообще никогда не болеют. Это супер люди. Видимо, из-за этого как-то он пытался сохранить красивую мину при плохой игре. И, разумеется, все эти видео, его тяжелое дыхание, отекшие мешки под глазами, в целом, он весь распухший человек, было видно, что у него очень плохо, плохое состояние здоровья. Из-за этого, да, это, конечно же, повлияло на его в целом положение, так как многие начали ждать, что в ближайшее время будет замена, начали уже гадать, кем его могут заменить. Очень много было запросов от журналистов, какие, значит, кто, по вашему мнению, является наиболее очевидным кандидатом на замену Кадырову. То есть, уже само то, что такая повестка поднимается, говорит о том, что, конечно, он несет какие-то репутационные потери, но то, что Кадыров не спешит опровергать слухи о том, что он в коме, о том, что он умер, это, наоборот, показывает обратный эффект. Кадырову интересно играть в эту игру, когда начинают говорить о том, что он умер, или он в коме, он немного подыгрывает своим молчанием, так, страсти вокруг этой истории начинают кипеть, люди начинают, то есть, он дает возможность многим людям высказаться, и, соответственно, очень многие люди совершают ошибки, а затем он уже уходит живым и опровергает все эти слухи о себе. Кадыровцы как были послушны Кремлю, так и послушны Кремлю, для них это ничего не меняется, а вот для простого народа каждый слух дает надежду, но из-за этих слухов потом опровергаются, когда эти слухи каждый раз там руки опускаются, как говорится, у народа. Но, смотрите, если даже Кадыров умрет, вот мне многие начали думать, что вот Кадыров если умрет, там Чечня восстанет и будет какая-то революция, а не будет, абсолютно не будет. Чечня, две войны прошла, сейчас в Чечне нету никаких партизанов, нету наших воинов абсолютно, потому что в 21-м году последнюю группу из шести человек они, к сожалению, убили, то есть нету оружия, нету партизанов. Итак, мы сейчас прошли две войны, и как мы начнем опять третью Чеченскую войну, когда сейчас на данный момент весь мир помогает Украине, Украина уже почти полтора года не может освободить своих земель. Как они, то есть весь мир помогает с такой техникой, до сих пор не смог, не могут справиться с Россией, да, конечно, какие-то хорошие тенденции идут у них, но стоит, а как мы тогда сможем, мы абсолютно маленький народ, две войны прошли, никакого оружия нету, не говоря там о танках, самолетах, там, артиллерии и так далее, как мы сможем как-то там против России воевать, но никак, там, нам для этого нужно хотя бы как минимум пять-десять лет и стабильной такой работы над чеченским народом, чтобы вот эту благоприятную среду для независимости создать, то есть сплотить, набрать силу и так далее, то есть Кадыров уйдет, не будет в Чечне никакой революции, никакого восстания, поставят просто другого российского чиновника, быть может, пока они будут выбирать среди чеченцев, они поставят вообще абсолютно русского чиновника, русской национальности, как было это в 2003 году, когда, по-моему, этого Ахмата Кадырова убрали, временным исполняющим поставили русского чиновника, я сейчас фамилию не помню, а потом уже поставили Алханова, то же самое тут будет, они абсолютно не боятся, все думают, что эти консервы, они сейчас думают, преемники и так далее, чего бояться Кремлю, абсолютно чего, ну чего бояться, умрет Кадыров и умрет, зачем его скрывать, что Чечня встанет, что ли, нет, не будет вставать, потому что нету сил, нету ресурсов, и они это знают. Я не думаю, что Путин хотел бы убрать его или поменять его сегодня, если он же даже в таком состоянии он ему нужен. Кадыров — это лучшая кандидатура, которая может вообще существовать в своей жестокости, подлости, коварству, вот, и у нас даже в чеченской истории не было такого предателя, который действительно вот так пытался поставить народ на колени перед убийцами чеченского народа, что сегодня делает Кадыров. Если мы будем говорить, например, вот встанет Кадыров, а что будет дальше? Да, вот я буквально два дня тому назад озвучил такую версию, что, да, возможно, варианты. Там есть, я даже их фамилии не помню, Весмурадов, там, Даудов и другие, там, разные фамилии, там, окружение Кадырова. Да, могут поставить кого-то из них, но, скорее всего, если Кадырова не станет, то приведут какого-то Ваню из России и поставят над чеченским народом. Они это делали и, возможно, они сделали сейчас, если не станет. Пока никто из ближайших соратников Кадырова и людей, которых, ну, лично я и многие, наверное, эксперты по Чечне рассматривают как таких самых очевидных преемников, как типа Делимханова, Даудова или же, например, снова взошедшей звезды Абдиала Удинова в Украине сейчас командует этим спецназом. Или тот же Хучиев Муслим уже из другой сферы человек, из другой, ну, скажем, не из силового блока, да, это немного другой такой, более интеллигентный, образованный, он сейчас занимает позицию премьер-министра в Чечне. Я думаю, что вот из этих людей никто, по крайней мере, публично ничего подобного не сделал, и у меня нет оснований полагать, что они как-то кулуарно тоже что-то подобное сделали. Мне кажется, у них-то как раз у этих ближайших людей не было никаких, никакого дефицита информации по поводу Кадырова, они, я думаю, все это и состояние его здоровья видят непосредственно, и то, как оно ухудшалось, то, как оно начало улучшаться, и навряд ли они допустят какую-то такую фатальную ошибку. Был другой человек, это был министр здравоохранения Эльхан Сулейманов, про которого тоже было очень много слухов, что его убили, заживо закопали, и его показали. Нет сомнения в том, что этот человек лишился своей должности не по добру, то есть, это не была какая-то добровольная отставка, где они решили, что пора уже там уходить. Это понятно, что там как раз вот эта ситуация связана с состоянием здоровья Кадырова, и понятно, что он не просто так отделался, то есть, для него это была очень болезненная отставка, возможно, даже, скорее всего, точнее, он и какой-то части своего здоровья тоже лишился когда его снимали. Но в целом, то, что он жив, и то, как они, кадыровцы, используют эти слухи себе на пользу, к сожалению, я вижу, что наоборот, в лагере их оппонентов не делают выводов из подобных ситуаций, спешат с какими-то высказываниями, основываясь на слухе, и потом их виртуозно опровергают Кадыров и его движения. Там с Прогожиным что-то случилось, в принципе, Кадыров сам понимает, что с ним случится, поэтому он, грубо говоря, не выпендривается, то есть, ему сказали, он делает, поэтому, когда бывают какие-то перепалки с какими-то чиновниками даже, можно взять даже Мишустина, либо Лаврова, и тогда, бывают какие-то словесные перепалки, Путин говорит, Кремль говорит, молчает, знает свое место, он знает. Прогожи не знал, потому что Прогожи был вообще изначально в команде Путина, они с 90-х годов это все выстраивали, поэтому он был более влиятельен, чем Кадыров, хотя из-за войны многие думают, что Кадыров какой-то влиятель, он имеет какую-то свою отдельную армию, но он не имеет отдельную армию, абсолютно не имеет. Кадыровцы кого боятся? Они боятся, Россия не хотят денег, но там ставлен никто Кадыров, за Кадыровым кто следит и попечительствует, его хозяин Путин, то есть Путин говорит, Путин его охраняет от всех и вся, даже от каких-то российских чиновников, можно посмотреть, у Кадырова, конечно, побольше прав, чем каких-то других губернаторов России, но почему? Потому что Кадыров выполняет любую омерзительную преступление, убрать каких-то политических конкурентов Путина, там Немцова можно убрать, там правозащитников, журналистов, которые тоже самое мешают Путину, Анну Политковскую, за границей, в Грузии, кстати, хотел сделать покушение на журналистов, имя не помню, который обматерил Путина, да, он делает эти преступления, поэтому для Путина он занимает свое место, хорошее место, то есть у кого есть права, но не будь Путина, не будь Кадырова, потому что Путин вложил все силы, средства, влияние на семейство Кадырова, сначала на Ахмата Кадырова, на Рамзана Кадырова, а потом и на самого Рамзана, это не Кадыров такой влиятельный, это Путин делает его влиятельным, и поэтому не будет Путина, не будет Кадырова, потому что ни ФСБ, ФСБ недолюбливает Кадырова, в Чечне ФСБ практически не имеют никакой силы, то есть они независимы, на них нет влияния от Кадырова, конечно, но они тоже свое влияние какое-то что-то делать не имеют, только после того, когда если Кремль разрешит им что-то сделать, или какие-то совместные операции делать, какие-то спецоперации, ну а так всем заправляют там, кто? Кадыровцы, Кадыровы-то всем заправляют, но это еще раз не делает Кадырова каким-то влиятельным и самостоятельным, он не самостоятельный человек, абсолютно не самостоятельный, те 8 батальонов, которые находятся в Украине, к примеру, там 4 батальона, они под руководством Росгвардии, а другие 4 батальона под руководством Минобороны, не будет Кадырова, эти батальоны останутся, абсолютно останутся, потому что те 4 под руководством Золотова. Другие четыре под руководством Шейгу, грубо говоря. Потому что две разные структуры. Просто Кадыров бывает дополнительно. Их как-то контролирует, помогает от фонда Кадырова, от ворованных денег и так далее. Но не будет Кадырова ничего страшного. Поставят другого российского чиновника. Кадыров российский чиновник. Чечня оккупирована. Это не отдельная страна, как хотят российской оппозиции показать. Я не знаю, почему. Как будто Чечня это отдельный регион, где Москва платит дань Чечне. Москва не платит дань Чечне. Они дают деньги кадыровцам, чтобы выполняли мерзкую работу. И они выполняют. Там это не так легко себе представить, если кадыров там везде в пропаганде показывают, что-то делают. По факту он из себя и от себя как пригожит к примеру. И как люди пошли с Пригожиным, они не смогут. Кадыровцы не пойдут за Кадыровым. Никогда в своей жизни. Ни Делимханов не пойдет. Ни Весмурадов, ни Даудов, ни Алудинов не пойдет за ним. Потому что, как была выстроена у Пригожина структура, у него были капитаны, которые воевали в Чечне. И у которых был свой авторитет. Были свои сами независимы. А Кадыровцы, они предатели чеченского народа. Мы, чеченский народ, их никак не поддерживаем. Наоборот, мы считаем их предателями, которые предались оккупантам и помогали оккупантам захватить нашу родину. Откуда тогда они будут брать поддержку? Пригожин брал поддержку от россиян, от русских они брали поддержку. Поэтому они были как-то независимыми. А откуда кадыровцы и кадыров будут брать? От чеченцев абсолютно не будут. От кого тогда? Наоборот, они берут поддержку от Кремля, от Путина, дабы восседать и делать все, что угодно над чеченцами. Над русскими недозволено и не делают. Абсолютно не делают. Он никогда не перейдет красную линию. Я не видел, не замечал, чтобы он ее перешел. Он не посмеет перейти линию, которую начертил Путин. Путин для него и царь, и бог, и папа. Он все дам. То есть то, что скажет Путин, вот там он будет держаться этой линией и перейдет. Нет у него своей армии на самом деле. То сборище, которое у него есть, там тысячи, десятки тысяч, вот это непоиспособные люди, которые на самом-то деле не умеют воевать. Единственное, что они могут делать, это в качестве полицейских таких-то вот нападать, забирать, пить дубинками, прикладами, вот что они умеют делать. То есть воевать на фронтах, быть в окопах, они этого делать не умеют. Мы это видим по их же публикациям видео с фронтов в Украине, их потери, их неумение воевать. вот, и в России много, можно сказать, таких батальонов, там, полков, действительно, элитных, которые много лет, которые много лет уделяли, чтобы натаскать этого солдата для того, чтобы воевать. И они не умеют воевать, как мы это видим, по потерям, по неудачам российской армии. То есть все это сборище Кадырова в военной форме и с оружием в руках, это не Кадыровцы, как мы называем, мои любимые называния. На самом деле это российская армия. Напугала ли его эта история? Не могу сказать, что это напугало, но выводы, конечно же, сделали и Кадыров из этого, выводы, и Путин сделал, и все там сделали. Но изначально рассматривался ли и рассматривается ли сейчас Кадыров как угроза для Кремля, ну, пока нет, по крайней мере, каких-то поводов так думать. Кадыров, в отличие от Пригожина, всегда клялся верности и любви Путину. Пригожин был все равно более самостоятелен. Мы от него не слышали вот таких вот высказываний, выстраивания там своих вагнеровцев и потом присяга Путину, клятвы верности. Пригожин, он скорее всегда был больше про родину, про патриотизм, Россия великая, делаем Россию еще сильнее, там у него все-таки были вот такие больше высказки, то есть не привязка лично к Путину, а привязка к стране. И в этой ситуации сам прецедент этого мятежа, он в любом случае заставит всех делать выводы, в любом случае в Кремле пересмотрят многие моменты и возможно в будущем какие-то пути к возможным таким восстаниям, мятежам они будут перекрываться и может быть Кадырова тоже лишат какого-то какой-то части его власти распространяемой на территории Чечни, может быть это будет в будущем, но пока ничего подобного не происходит, все эти батальоны Ахмат, которые в последнее время все больше и больше появлялись, ни один из этих батальонов не расформирован, ни один из них не переподчинен куда-то в другое место, и все те чиновники, которые были Кадыровым назначены, формально они конечно назначались там где-то в министерствах и ведомствах, но по факту они назначались Кадыровым, они все свои места сохранили. Другое дело, что в России не происходит все как-то очень быстро, там тоже в Кремле аккуратно так замеряют, может быть в дальнейшем мы с вами что-то увидим, но пока ничего такого не происходит. У нас нет таких сил и ресурсов, чтобы восставать сегодня, идти войной, воевать, нет достаточных ресурсов, да. Все эти две войны, две русско-чеченские войны, первая, вторая, вот, нам приходилось воевать, не имея никаких ресурсов и не имея какой-либо поддержки. И тем более сейчас, когда половина численности народа пришлось уехать из республики в связи с действиями Путина и Кадырова. Вопрос про революцию, ну, это очень сложный вопрос сегодня. При сегодняшней ситуации мы прекрасно понимаем, чеченцы понимают, что мы сегодня не сможем одержать какую-либо победу в этом плане. И прекрасно понимаем, что Кадыров этот, кадыровцы не будут существовать пока есть Путин, путинский режим. То есть вся вина в том, вся беда в том, что есть режим в Москве, который нас угнетает, нас убивает, и все зависит сегодня от состояния Путина, от состояния этого революции. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok